доброе утро друзья телевизор в общем знаете как говорит клиентка же на четверг у меня ну как дочка ее сказала не приходить но у меня на эту клиентку еще 2 как говорится но клиентку две клиентки пришли поэтому даже она может быть даже к лучшему потому что мне какой-то надо было бы отказать но я не о том вчера ночью представляете как на это ушат на голову вылили прям уже в 9 по-моему или в 10 приняли общем я об этом узнала в 11 в общем завтрашнего дня то есть сегодняшней ночи 12 ночи у нас сосед пришел нельзя будет выезжать из города нашего а так как я работаю что в другом городе вот живу в одном работа в другом и вот у нас не с не карантин такой жесткий как вот в марте был а такой вот нас закрывают по городам то есть вы копошитесь своему как гранаде например так и у нас на этой вот на 9 числа дело в том что у нас в это в эти выходные очень большой праздник но не хэллоуин как многие думают что в испании тут супер пупер отмечают хэллоуин там праздники все дела нет 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 у нас первого числа день всех святых и люди идут на кладбище вот как знаю как по представлению пасха в россии ну или там у православных все идут на пасху на в на кладбище и здесь также первого числа все идут на кладбище а вот эту неделю готовят кладбище там моют цветы приносят а вот в воскресенье получается первое число все идут на кладбище чтобы навестить своих усопших а вот и чтобы знаете получается праздник переносит на понедельник в общем очень много праздников получается выходных дней и чтобы люди не шарахались туда-сюда в общем почти все испания поэтому ввели у нас чрезвычайное положение чтобы можно было предпринимать вот такие меры вот и почти все города и все провинции испании вот присоединились к этому что они в общем закрыли свои города чтобы вот на неделю по крайней мере чтобы не никто не шарахался из одного города другой в треть не для меня но и лучше чтобы знаете все не поехали на пляжи там погода замечательная вот но естественно можно выезжать из города если вы к врачу если например на работу это мой случай и там еще но очень с бумажкой можно выезжать то а я сижу дома думаю какой же мне бумажку предъявить и бумажку должен предъявлять работодатель своему рабочему думаю я сама на себя какую бумажку где мне ее взять я короче сделала фотки своей лицензии на парикмахерскую сделала фотку что я выплат выплачиваю в страховой социальной страховой социальной страхованием вот и думаю что это будет достаточно потому что я помню в марте тоже как-то ездила куда-то не ну тоже помню работу когда нам разрешили я по меня останавливала полиция и я им показывала именно вот из что я плачу в социальное страхование что вот я на работу так что вот так сфотка у меня лицензия там в этом шкафу пришпандорина ее сфоткала вот это вот думаю пропустят потому что всего мне восстанется понять пятница и суббота вот суббота наверно будет контроль вообще жесткий чтобы никто ничего никуда ну меня вообще это не 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 особо трогает там я все равно никуда не собиралась ехать там или еще что-то тем более это не на неделю моя жизнь будет также длится а вот поэтому поэтому вот как то так сюда сейчас клиентка была соседка вот той бабушки которая заразилась вот этой вот заразой вот и я у нее поспрашивала немножечко она говорит представляете нормально перену как нормально не в больнице бабушка то есть она говорит ее возили один пару раз в больницу но не клали то есть она дома вот и говорит заразились она едва ее сына с ней живут ну сыновья тоже там уже знаете в возрасте конечно не 80 лет сколько в 60 лет наверное а муж ее не заразился и он его его отселили к другому сыну как то так то есть нормально знает выжить можно скажем так а вот вот такие вот у нас новости представляете не очень хороший конечно но посмотрю на францию которая закрыта на карантин на целый месяц прям жесткий такой думаю слава богу что нам можно еще как-то вот работать гулять ходить и вот так вот знаете нашем городе не особо там ну хотя тоже сложная ситуация дай бог что все это быстрее прошло чтобы вторая волна ушла и не было не превратилась в цунами ой блин чарли тебе удобно нормально я жду еще одну клиентку который точно придет она мне тоже сегодня утром написала по ватсапу так что ничего жизнь налаживается обед готов это яйцо я не стала смешивать грибы с яйцами просто так мне кажется показалось вкуснее будет это у нас еще кусок курицы оставался грудка куриная и вот грибочки всем приятного аппетита сегодня так на улице тепло классно вообще я уже тут собралась мы сейчас пойдем гулять как всегда вот у меня весь день открыта дверь и чуть мне за песенки а поет вот так этот цветок не знаю наверно чем он смотрите цветет коньки отбрасывает или чего не понимаю не принимая осыпается весь видите у него есть здесь парах которыми вот они надрываются вдвоем вообще классно меня весь день открыта дверь до тепло сегодня вообще право и даже вообще замечательно пойду принимать витамин d а вот ну кофточку естественно возьми на пляж наверное сегодня пойдем я уже тяпнула кофейку немного даже поспала знаете сейчас такое время ложусь как всегда но встаю рано привыкла вот и наверное не осыпаюсь или все что-то вот так немножечко поспала даже милота какая милота он редко там лежит но знает что это его на всякий пожарный тебе там так нравится да моя рыба сладкая помара каи до помара каи миленью серого вот так вот я умудряюсь пузырину давать даже в маске поэтому она мне вообще не мешает даже для воде пузырей так я по моему пришла в облога и на а вот она как раз идем навсегда идем с ней в одно и то же время прям подходим люблю пунктуальность быть пунктуальной и когда люди другие тоже пунктуально просто я ненавижу ждать вот просто ненавижу ждать нет я еще минут пять подожду там на шестой минуте я начинаю нервничать а через 10 минут я уже начинаю проклинать все на свете терпеть не могу ждать вот прям вот меня бесит так опять пришли на море к нам прибилась какая-то собака чужого непонятная непонятная детей хороший такой там от лодки хранят может быть она оттуда смотрите какой хороший песик такой чуть больше чарли тут море прозрачная у крабики там ползает крабики маленький пользы и ежов ты видел сколько ежов много смотрите видите вот это черные точки это ежи морские надо же в общем не может сегодня решил сюрприз сделать купил мне рафаэлку конфетки а такая что ты смотрела фэйсбук вот и мои конфеты вот как блин говорит машине остаток а это как это будет сходи чарли заодно прогуляешься такая а время сколько нам же с 11 нельзя выходить на улицу вот но теперь нам вообще терпеть это что происходит не ладно я такая время сколько еще пока можно время 10 с лишним машин стоит рядом ну там вот представляете вообще что из дома нельзя выходить куда хочешь ужас что творится хорошо у нас такой район знаете спальня и никого нету на улице видите поэтому кроссовках и в халате потому что он завтра уезжает там по работе куда-то надо и будет моего и конфеты возить в машине они там все растают а я завтра с прием парочку штучек когда нету после обеда там или когда или до обеда обожаю рафаэлку кто обожает рафаэлку ставьте пальчики вверх заодно прогуляюсь я тебя все равно найду вот тут у него донутсы пожрал тоже хотите домой больше ничего не видно донутсы и моя рафаэлочка вы знаете я не люблю сюрпризы не люблю сюрпризы не знаю как это вы любите сюрпризы или как вот поэтому сегодня муж того присылает мне сообщение говорит я в магазине купить что-нибудь я говорю нет ничего не надо потом шлет значит мне полку с разными конфетами там перерывал шея и все такое задумал думаю да ладно говорю рафаэлка то есть сюрприз заключался в том что он в магазине и вот хотела типа это потому что знаете такие сюрпризы могут быть которые мне не нравятся например какую-нибудь вы купил бы эту ферреру шея конечно вкусные конфеты и все такое но но по мне они я к ним безразлична вот рафаэлку я уважаю вот поэтому значит знаете как бы как сюрприз да я же не ожидала их конфеты и они тем более мне нравятся в общем как то так то есть о сюрпризе нужно предупреждать а вот как-то как-то вот так выразилась я отдыхаю сижу телек включила новости какие-нибудь посмотреть вот пыталась там отпечатать вот это вот пропуск скажем так завтра потому что опять в интернете полазила посмотрела там в общем будет один въезд только в наш городок деревушку где работаю и по-любому остановят в общем знаете что главное не забудь чарли пристегнуть а то говорю сегодня с клиенткой смеялись и говорю а штрафуют не за то что выехала или куда-то там уехала за то что чарли будет непривязанный вот поэтому не знаю что у нас все это как-то один въезд народу наверное будет все равно знаете у нас два между два города между двумя городами работают одни там другие тут вот это вот рабочее время в общем не знаю как что будет потому что в прошлом то карантине я в принципе это не работала да вот а начали работать когда нас уже выпустили а это как-то все и вообще вот сейчас тоже не знаю как еще будет ну ладно поживем увидим чего заранее как говорится пыль поднимать правильно так по телеку нас наверное нифига ничего нету как всегда как обычно я уже вообще давно телевизор не смотрю только вот в гугл гугл нет ну да залезу туда почитаю чё почем и как и все чарли лежит папу ждет и папе на наста папе мининью наста папе донды да скажешь дозду а у него нету и нету нету и нету да да ты же скоро уже нельзя будет выходить у нашей ясно все все ладно у нас же с 11 до 6 комендантский час но время то еще 8 часов только так что еще до комендантского часа несмотря на то что темно сейчас темнеет рано привели время и вот мы сегодня даже уже гуляли и пришли домой темнота уже темнеет а сегодня тепло так вообще прям вот я сейчас смотрела 8 а на улице 20 градусов так хорошо так классно но знаете ничего не открывай потому что комары от комаров у меня уже никаких средств нету ну и не покупать думаю чё нафиг на вроде бы как ну зима да комаров то не должно быть они есть вчера даже кофе пили ну чё ты так на меня смотрит такой любовью что прямо хочется его съесть вот ладно вот такие вот у нас новости завтра завтра посмотрим чё и как всего вам самого лучшего пишите комментарии как у вас дела что у него там ухо чешется или чё ты паса ну нет 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 хватит целоваться весь крем сожрал а я его мазал для кого для тебя что ли ну я для тебя что ли крем чтобы ты мне весь сожрал пишите как у вас дела на карантине вы не на карантине вы знаете у нас как бы что странно вот карантин не карантин но в школы все ходят потому что в общем то выявлено как бы штушку в школах самое меньшее количество жира заражаются людей а вот и поэтому у нас все в школы ходят да трындец какой-то в мире происходит ну ладно все пройдет и обязательно я в это верю и что все скоро это закончится нужно просто подождать принимать какие-то меры для своей безопасности и все будет хоккей всего самого лучшего и встретимся с вами завтра всем пока пока